Права человека, их соблюдение и защита. Эту тему обсудили на заседании регионального правительства. Главный докладчик, уполномоченный по правам человека в Ивановской области Андрей Кабанов. Только за прошлый год к нему обратились почти 5,5 тысяч человек. Омбудсмен полагает, что права ущемляют повсеместно. Взять хотя бы чиновников. Свои полномочия они исполняют не всегда. Обеспечение жильем детей-сирот. Тем более, эта проблема сейчас политическая, вы сами это понимаете. При этом, каким-то чудесным образом, Александр Павлович, на счетах Департамента финансов, каждый год, на моей памяти, это уже лет 20, перед Новым годом остается 300 миллионов рублей в среднем. Однако руководитель Департамента финансов пояснил, что эти 300 миллионов рублей – оборотно-кассовая наличность, которая распределяется на первоочередные нужды в начале года. Есть претензии и к ресурсоснабжающим компаниям. Жалобы на ЖКХ всегда самые популярные в приемной у полномоченного. А ситуация с начислением ОДН и вовсе побила все рекорды. У некоторых граждан общедомовые счета практически сравнялись с персональными. Причем плата значительно увеличилась как раз для тех жильцов, кто поставил приборы учета. В введении подобных правил без тотального учета потребленных ресурсов ущемило права добросовестных квартиросъемщиков и вызвало целый ряд жалоб. Решением проблемы с ОДН занялись на федеральном уровне. К апрелю-маю этого года с несуразицей в счетах обещают разобраться. Никаких подходов нет, кроме как изменений в действующее законодательство с тем, чтобы ситуацию привести хотя бы к здравому смыслу. Вчера Владимир Владимирович Путин публично на это обратил внимание правительство. Я полагаю, что ситуация здесь безусловно изменится. Но в целом каких-то глобальных перемен в сфере ЖКХ ждать не стоит. К управляющим компаниям нужно относиться как к коммерческим структурам, с которыми стоит сотрудничать. А в случае тотального непонимания просто передать управление домом другой организации. Но есть еще одна проблема – правовая безграмотность самих граждан. Интересно смотреть на граждан, которые приходят и говорят, что вот управляющая компания нас обманывает, здесь отчитывает, так неправильно делает. Начинаешь спрашивать, а пытались ли вы перейти к другой управляющей компании. Да они все такие. А пытались ли организовать собственное управление домом. Да мы думали об этом, но у нас никто не хочет быть председателем. Безусловно, проблемами ЖКХ дело не заканчивается. Например, жители областного центра обеспокоены состоянием окружающей среды. Жаловались на строительство общепита на площади Пушкина, на вырубку каштанов на площади Победы. Заверения чиновников о том, что взамен срубленным посадят молодые деревья в другом месте, для жителей звучат неубедительно.